Добрый день, коллеги! 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 На самом деле не всегда так. Ряд статей, которые представлены на слайде, показал, что критерии РИЦИС не всегда соотносятся с полным патологическим ответом. В частности, статья, вышедшая в НИМДЖИ в 2018 году, показала о том, что только у двух пациентов по данным КТ был обнаружен полный патологический ответ, а на самом деле при патологоанатомическом исследовании такой ответ был обнаружен у девяти пациентов. Многие авторы описывают дискордантность результатов между визуализацией КТ РИЦИС и данными патологических ответов составляет от 40 до 45%. Причем интересно, что у этих двух пациентов за день до операции была произведена оценка. Полагают, что некоторые другие методы визуализации могут приблизить соотношение и увеличить конкордантность между двумя методиками описания патологического ответа в ответ на терапию. В частности, это ПЭТ-исследования, это молекулярные методы лучевых исследований. Однако достоверных данных пока еще нет. Далее, кроме того, есть ряд моментов, которые мы должны просить наших онкологов, чтобы они указывали в направлении, было лечение или нет. Это очень важный момент, потому что в большинстве случаев бывает ситуация, что направление, или, допустим, те моменты, когда приходит нам материал на консультацию, мы не знаем о том, было ли лечение у данного пациента или не было лечения. Почему? Ряд морфологических паттернов очень сходны с паттернами, которые бывают после лечения. И иногда они также могут быть ассоциированы с плохим прогнозом. Поэтому важно знать, было ли у пациента предшествующее лечение. Об этом нужно указывать в направлении. Это такая просьба ко всем онкологам, которые занимаются лечением и формируют направление. Далее, морфология опухоли не всегда, конечно, отражает те события, которые происходят при воздействии лекарственного препарата. Однако, есть интересная статья, которая вышла в 1998 году о спонтанном регрессии опухоли. 3% случаев показывают, эта статья показала в 3% случаев, что существуют морфологические паттерны, которые связаны с регрессией без воздействия терапии. И эти паттерны обычно сопровождались выраженным лимфоидным инфильтратом, инфильтрацией макрофагами, дендритными клетками. То есть, можем сказать о том, что это иммунно-активированные опухоли с высокой лимфоцитарной инфильтрацией. В 2020 году, в мае, вышли, наконец, рекомендации от Международного общества по исследованию рака легкого о том, как необходимо выдавать патологоанатомическое заключение в клинику, какие факторы необходимо учитывать для этого. В первую очередь, это макроскопическая оценка. Были сформированы требования о том, как мы должны, как патологоанатомы должны исследовать макроскопический образец, поступивший после операции. В частности, мы оцениваем ложе опухоли с корреляцией с данными КТ. Это очень важный момент, потому что после лечения опухоль не всегда возможно обнаружить, особенно если эта опухоль сопровождается образованием больших зон фиброза. Поэтому совместно с врачом-онкологом и данными лучевых методов диагностики нам необходимо оценивать, где располагалась ранняя опухоль. Далее, по поводу исследования ложа опухоли. Необходимо в исследовании забирать материал опухоли весь, если размер предполагаемого ложа составляет менее 3 см. То есть мы должны полностью забирать материал для исследования. Если размер опухоли больше 3 см, то данный материал идет в исследование не весь, а через 0,5 см, как рекомендуют в этих рекомендациях. Кроме того, важный момент, что не всегда зоны некроза, особенно при плоскоклеточном раке, соответствуют зонам некроза из-за воздействия лекарственного препарата. Это морфология опухолей. И, к сожалению, мы не можем иногда сказать, насколько связан данный некроз, связан с воздействием препарата при плоскоклеточных карциномах. Следующий момент. Как считать непосредственно оценку опухоли после воздействия препарата? Мы должны учитывать три параметра. Это процент жизнеспособной опухоли, некроза и стромы. И вот эта зона, которая обозначена здесь зеленым кружком, она составляет 100%. И мы называем опухолевая ложа, то есть та зона опухоли, которая осталась после воздействия терапии. И мы оцениваем в каждом стекле, в каждом микропрепарате тот процент опухолевых клеток, некроза и стромы, который мы видим. Важно, мы в своих исследованиях этого придерживаемся уже на протяжении двух лет, после того, как к нам стали поступать пациенты, пролеченные с иммунотерапией, химиотерапией, данной методики оценки, которая рекомендована международным сообществом. Мы видим разные паттерны при изучении некроза жизнеспособных опухолевых клеток. На слайде обозначен микропрепарат с образованием холестериновых щелей, с образованием иммунных инфильтратов, также скоплениями гистеоцитов, островоспалительных реакций по типу инфильтрации нейтрофилами, также образованием третичных фолликулов, лимфоидных фолликулов. Кроме того, когда мы говорим о выраженном регрессии опухоли, то есть major pathologic response, важно забирать не только зону, которую мы предполагаем опухолевой ложи, но также и сантиметр дальше от предполагаемого ложа опухоли, то есть забирая нормальную ткань лёгкого. Вот эти два момента, которые нужно учитывать при макроскопическом исследовании и микроскопическом исследовании ложа опухоли. А на слайде обозначен, где под буквой C обозначена чёрной линией тот небольшой участок опухоли, который остался после терапии, а под буквой A у нас обозначена вся зона опухолевого ложа. Мы видим, что это большой плотный макроскопический желтовато-чёрного цвета очаг, который представлен на самом деле зонами некроза, представлен фиброзом, лимфогистиоцитарной инфильтрацией. Однако сама зона опухоли составляет несколько миллиметров после воздействия терапии. Здесь полный патологический ответ обозначен. То есть мы не видим среди всего этого макроскопический, под буквой A обозначен макроскопический вид препарата. Мы не видим ни в одном из участков при исследовании данной зоны опухолевых клеток. То есть, соответственно, мы можем поставить здесь PCR. Ну и важно, если посмотреть под буквой D, это какая-то картина до начала лечения, а под буквой A обозначена зона опухоли после лечения, которая представлена макроскопическим препаратом. Мы забираем не только эту зону, напомню, но и забираем также рядом расположенные участки для того, чтобы оценить распространение опухоли. И есть риск того, что если мы заберем только непосредственно зону опухоли, что мы получим неполное опухолевое ложе. Соответственно, мы должны забрать еще и сантиметр рядом расположенной нормальной легочной ткани. Мы предлагаем следующий формат заключения для оценки опухоли после терапии. То есть, мы должны отражать в заключении тип неодювантной терапии, вид, какая неодювантная терапия была, химия, лучевая терапия, иммунотерапия, воздействие препаратов таргетных. И описываем эффект лечения при первичной опухоли. То есть, это процент же неспособной опухоли, шагом 10% обязательно, потому что считается, что если учитывать шаг менее 10%, оно между патологами маловоспроизводимо. Также учитываем процент некроза, процент строма, фиброз и воспаление. Главное, чтобы оно все составляло 100%. И степень воспаления предполагается отражать. Кроме того, важно также оценивать и метастазы в лимфатические узлы. Есть ли эффекты лечения в метастатическом поражении? То есть, принцип такой же. Отсутствие, наличие опухолевых клеток, размер с наибольшего очага в лимфоузле, в какую группу лимфоузлов поражает, есть ли выход за пределы капсулы или нет. Стодирование. Если мы видим плотный, если мы видим конгломерат, очаг, который образует единый неразрывный фронт инвазии, мы можем его измерить линейками, микроскопически, то мы стодируем в соответствии с принципами ТНМ. Однако, если среди полей фиброза мы видим единичные опухолевые клетки, соответственно, стодирование крайне затруднено, поэтому предлагает следующая схема, формула для оценки размера женеспособной инвазивной опухоли с учетом процента этой опухоли на размер ложа опухоли. Еще небольшое отступление. Мы говорили сейчас о системе, которая, в принципе, должна быть оценена в опухолях легкого после лечения, независимо от типа терапии. Будь то это химия лучевая, либо это иммунная терапия, либо другие типы терапии. Однако, статья, вышедшая в 2020 году, в декабре 2020 года, от китайской группы ученых, показала, что мы должны разграничивать типы терапии. Все-таки, в частности, они предлагают учитывать так называемые immune-related pathologic response criteria, в отличие от ранее перечисленных, в которые входят лимфоидные инфильтраты, агрегаты, третичные лимфоидные структуры, плазматические клетки, макрофаги, также фиброз, невоскалиризацию, наличие холестериновых щелей. И они предлагают выделять несколько типов инфильтрации иммунными клетками. То есть, это активированный фенотип и так называемый неактивированный фенотип в опухоли после лечения. В активированный иммунофенотип входят Т-клетки, которые CD8, CD4 положительные, B-клетки, CD20 положительные, гистеоциты и наличие выраженной экспрессии PDL1 на иммунных клетках. Это та характеристика иммунофенотипа после лечения ингибиторами контрольных иммунных точек в данном исследовании. Кроме того, в 2018 году в журнале Analysis of Oncology была впервые опубликована статья также о разнице между ответами, между оценкой ответа на иммунотерапию и химиотерапию с помощью количественных методов анализа. То есть не просто качественная характеристика, но и количественная характеристика. Однако она еще не получила широкого распространения. Также, как и статья в 2020 году, опубликованная в феврале, по оценке ответа на иммунотерапию независимо от локализации. То есть предлагается универсальная, единая система ответа на иммунотерапию вне зависимости от типа опухоли. Хотелось бы подвести резюме. У нас существует довольно-таки большой арсенал методов исследования, которые мы должны использовать для изучения остаточного резидуального клона опухолевых клеток, чтобы понять, что, какие молекулярные события случились, и почему эти клетки остались, чтобы подобрать наиболее эффективную терапию. И, конечно же, соблюдать правила, которые всегда должны быть соблюдены. Это бережное обращение с образцом, соблюдение правил холодовой и тепловой ишемии, подготовки для молекулярного тестирования и использование методов радиологической корреляции, лучевых методов, в частности данных КТ, которые позволяют найти опухолевое ложе гораздо более достоверней совместно с врачом-онкологом. У меня всё. Спасибо за внимание.